ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Джо Байден на днях ужинал с донорами, где, несомненно, говорил о правах трансгендеров и о том, как жизненно важно сделать инклюзивным Федеральный резерв, невзначай обронив такое наблюдение. А, кстати, ядерный Армагеддон довольно близко. Ядерный Армагеддон, мы все рискуем погибнуть. Вы, ваши дети, ваши будущие внуки, все мертвы. Человечество исчезнет. Достойно заголовков, верно? Нееет, только не в этой стране! СМИ знают свое дело, надо поддерживать военные действия, пока не дойдет до ядерного Армагеддона. MSNBC просто в восторге, ведь все знаменитости за это. Армию защитников Украины поддерживают знаменитости, смотрите. Зеленский также делает ставку на свою пиар-смекалку, используя мягкую силу своего статуса мировой знаменитости, а также некоторых своих новообретенных друзей, чтобы привлечь больше внимания к делу защиты Украины. Один из таких новообретенных друзей — герой битвы при Явине, мастер-джедай и ветеран борьбы за свободу Марк Хэмилл. Да, я не шучу, Люк Скайуокер — тот самый мальчик-фермер Статуина, который запустил протонную торпеду-выхлопную трубу размером с вомб-крысу, чтобы уничтожить первую звезду смерти. Простите за краткий экскурс во вселенную «Звездных войн» от большого фаната. По сути, то, чего они хотели от меня, чтобы я стал так называемым послом, то есть, говоря простым языком, представителем для армии их сторонников. Сохраните эту запись. Если выживем, будем пересматривать и вспоминать, как выглядел пик безумия. А самый сумасшедший из всех — это Зеленский, который буквально призвал к ядерным ударам по России, у которой больше ядерных боеголовок, чем у любой страны на планете, который теперь хочет взять Крым. Это так как касается российского вторжения. Все становится сверхбезумным. И жизнь на планете находится под угрозой. Может, стоит это хотя бы принять во внимание? Глен Гринвальд пишет об этом. Он по-настоящему независимый журналист. Он публикуется на платформе Сабстек. Глен, большое спасибо, что пришел. Я ни в коем случае не хочу, чтобы мое мнение рассматривалось как вызов интеллектуальной гегемонии пожилых актеров из «Звездных войн». Но ядерный Армагеддон кажется темой, которую следовало бы обсуждать. Как думаешь? Да, казалось бы, такую тему стоит хотя бы вскользь упомянуть, когда президент Соединенных Штатов говорит о том, что ядерный Армагеддон, чем со времен Карибского кризиса. Соединенные Штаты и Советские... очень близки, практически в нескольких минутах от уничтожения планеты и всей жизни на ней в огне ядерных взрывов. Вопрос, который у меня на уме, Такер, и этот вопрос мы задавались с тех пор, как это все началось, и даже раньше. Если собираетесь пойти на военные действия, ввязаться в войну, что США, несомненно, делают на Украине, вопрос в том, для чего рисковать десятками миллиардов долларов и в данном случае возможным обменом ядерными ударами. Есть ли на самом деле люди в Соединенных Штатах... ...покоит восточная Украина, которую 99,9% американцев не могли показать на карте, потому что им это было не нужно? Действительно ли вопрос о том, кто правит этими провинциями, настолько важен и насущен в нашей жизни, что стоит рисковать ядерной войной, чтобы бороться за это с Россией? Для России стоит. Это прямо по другую сторону их границы. Почему это того стоит для Соединенных Штатов? Но это действительно отличный вопрос. Для чего? Но его не позволено задавать. Во время Карибского кризиса в 62-м, думаю, большинство американцев осознавали то, насколько близки мы были к ядерной войне. Думаете, они имеют хоть какое-то представление о том, насколько близки мы сейчас? Как мы можем получить какое-то представление о том, насколько мы близки сейчас, если даже когда президент выходит и говорит об этом, они просто продолжают игнорировать это и эмоционально манипулировать общественностью? Да. Глен Гринвальд, прошу прощения, был на связи из Рио. Звук прервался. Странно. Редактор субтитров А.Семкин